всем привет дорогие друзья вы на канале мошенники звонят по телефону я обращаюсь к тебе мой любимый зритель теперь лично ты можешь передать привет своему любимому автору и даже признаться в любви если хочешь ну или же сказать пару слов нашим замечательным подписчикам и даже ответить на чей-нибудь комментарий а может быть ты хочешь обратиться к мошенникам то запиши видео и отправь его нам на почту главное чтобы видео было в горизонтальном режиме чтобы твое видео так же как моё начиналось со слов вы смотрите канал мошенники звонят по телефону и еще желательно чтобы видео было длиной до 1 минуты приятного просмотра здравствуйте здравствуйте bidding ольга обändите представьтесь а то Knox прервалась по всей видимости со счастьем проблемы меня зовут Дниил ведущий специалист отдела наркологии скажите По поводу препарата алкозерок с вами связываюсь. Все правильно? Заявку вы оставляли? Да, оставляла. Так, хорошо. Скажите, пожалуйста, а как я могу к вам обращаться? Анна, все правильно? Да, все верно. Анна, очень приятно. Скажите, пожалуйста, а вы к нам из какого города обращаетесь, чтобы я сразу доставку мог сверить? В Воронеж. Так, обращайтесь к нам из Воронежа. Сейчас, одну минуту. По Воронежу я благодарю вас за ожидание. Доставка у нас сейчас распространяется. Кстати говоря, она идет за счет компании. То есть доставка идет бесплатная. Давайте тогда таким образом поступим. Я бы хотел задать вам никаких вопросов, чтобы понимать, что конкретно вас беспокоит, какие жалобы. Подберу вам, конечно же, курс подходящий по дозировке, по длительности. Ну, в принципе, вкратце расскажу, как действует препарат, как и пользоваться. Если вам все понравится, сможем заказ оформить. Хорошо? А, хорошо. Спрашивайте. Хорошо. Скажите, вы препарат для себя подбираете, либо кому-то из близких? Для себя. Так, скажите, пожалуйста, а сколько вам полных лет? Какой возраст у вас? Мне 30. О, Господи. Я прошу прощения, не расслышала. Что-то со связью? 30 лет. Это не со связью. Это я вышла покурить на балкон. Угу. Ветер дует. Так, 30 лет. Угу. Скажите, пожалуйста, ну, а сколько по времени проблемы у вас со спиртным? Ой, чтоб вам не соврать. Вот если прям брать капитально, я так прикладываюсь, то, наверное, месяца, наверное, 3 уже вот так вот я пью. Каждый день. Вы имеете в виду подряд 3 месяца? Каждый день, да, пью. Ну, я не прям не то, чтобы в какушку, я, как вам сказать, бывают дни, когда я вообще не помню, как я спать ложусь. То есть я просто просыпаюсь там, то на полу, вот один раз ванной на унитазе, извините за подробности, усну. Ну, в общем, как с мужем разошлись, так вот, собственно, я, наверное, до этого, конечно, бытовое, наверное, пьянство у нас процветало. Там, на выходных там с друзьями. А сейчас последние 3 месяца, я спать не могу, есть я через силу как-то вот я, я похудела сразу на 7 килограмм. А аппетита нет у вас сейчас? Ни аппетита, ни сна у меня нету, вот, если я, например, не налакаюсь там до таких вот, ну, чтобы сознание потерять, как говорится, то я буду, ну, ложиться в 4 утра, там, допустим, и не лежат. Уснуть очень тяжело, со сном проблемы также разбиваются, правильно? В 7 часов я как огурчик, вот сейчас, чтобы вы понимали, я сейчас пойду в магазин покупать себе бутылку, потому что у меня не то, что колосники горят, у меня вообще, у меня трясутся руки, вот я сейчас с вами говорю, у меня трясутся руки. И вторая рука, которую я курю, тоже трясется. И, в общем, я не знаю, я могу такие вещи делать в состоянии, то есть я беру телефон на следующее утро после водуна и начинаю смотреть, что там, короче, это вторая личность моя. Я там кому-то звоню, кому-то пишу какую-то хрень, мне все пишут, отвали, мы спим, ты время видел, то есть я вообще это, а потом мне вот стыдно трубку даже брать. Ну, то есть вы это не контролируете, производит самопроизвольно, правильно? Да. И, в общем, я не знаю, что с этим делать. Я вас понял, скажите, пожалуйста, но в целом, в целом, я так понимаю, тяги, предпочтений к алкогольным напиткам у вас нет, то есть и слабоалкогольные, и крепкие употребляете, все сразу правильно? У меня все предпочтение начиналось с пива, короче. Вот, я очень любила этот напиток, и крепким спиртным напитком я была как бы равнодушна. А потом что-то мне понравилось, и сейчас я не знаю, что делать, и от меня отворачиваются друзья, потому что я им спать не даю по ночам, я им звоню. Один раз я к бывшему мужу приперлась, он уже с другой женщиной живет, он как живет, встречается. Я щемилась, но это я уже, кстати, помню, как я это делала. Я звонила в дверь, девочка-то, ну, девушка его испугалась, они хотели вызвать милицию, но он меня просто зашкибот, выволок, в общем, из подъезда, посадил в такси. Кстати, за мой счет. И отправил, ну, в общем, поехала я домой, потому что, ну, видимо, от страха, наверное, адреналин, я не знаю, как это там все происходит в опьянении. В общем, не знаю, в общем, я пришла и пуще прежнего, короче, начала. И у меня даже, знаете, были такие мысли, чтобы его, там, ножом или... Ну, короче, я не знаю, что со мной происходит, я к наркологу не обращалась, потому что я боюсь, что, ну, как бы, сработали меня... Хотела уточнить, раньше к наркологу вы не обращались к врачам, как бы, еще обращений у вас не было, правильно? Нет, еще не было. Не было. Ну, смотрите, я вам хочу сказать такую вещь, что... Ну, смотрите, во-первых, конечно же, все это строго конфиденциально, между вами остается, то есть у нас информация не разглашается, очень хорошо, что вы в полных, так скажем, чертах объяснили свою проблематику, но, смотрите, очень хорошо, что вы понимаете, что есть проблема, ее нужно решить. Проблема, в принципе, алкогольной зависимости, она не только физической зависимости касается, но еще и психоэмоциональной, то есть люди почему начинают пить? То есть это личные проблемы в семье, с работой, с деньгами, с друзьями, с родными, с близкими. Да с работы меня выперли уже, я не знаю, на что я там жить буду, с работы меня уже попросили, соответственно, силы искать новую, работы у меня сейчас как бы нету. Вот хожу пока... Силы, конечно, появятся, самое главное, что приняли правильное решение избавиться от этой привычки. Смотрите, что касается, в принципе, алкогольной зависимости, конечно, все это развивается, как правило, со слабоалкогольных напитков, правильно вы сказали, называется все это дело бытовое алкоголизм, бытовое пьянство. А потом, конечно же, по чуть-чуть, понемногу дело доходит до крепких алкогольных напитков, потому что слабо уже, как говорится, по чуть-чуть, понемногу. Естественно, много иное. Вы куда-то пропадаете. Да, 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 слушаю. Слушайте, ну, смотрите, что касается... Ой, связь, говно. ...центральный нервный системы, обмен вещей. Ситуация бывает, что вам тяжело зас... Тяга постоянно... ...приводит к чему, правильно, полное... ...даст сбой, и, соответственно, я думаю, вам... Ой, вы меня слышите? ...состояние с вы... Алло, 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 перезвоните мне, пожалуйста, сейчас еще раз, потому что я вас вообще не слышу, вы прерываетесь. Можете мне прямо сейчас еще раз перенабрать, может, получше связь будет? Давайте я вам сейчас перенаберу одну минуту. Ага, спасибо. Алло. Скажите, пожалуйста, меня сейчас лучше слышно? Я с другой линии перенабрал вам? Так лучше? Да, да, сейчас лучше. Сейчас хотя бы вы не прерываетесь. Так лучше. Хорошо, давайте тогда продолжим, вот что. Чтоб я долгое время ваша не... Смотрите, что касается общего состояния здоровья. Как я понял, проблемы у вас со сном сейчас, с аппетитом присутствуют. То есть без алкогольного опьянения заснуть очень тяжело, правильно понимаю? Да. Скажите, с печенью, с почками, с желудком проблемы, замечаете боли? Замечаю я, ну я, наверное, нет, с печенью, она справа же? Не, у меня, когда я быстро хожу, у меня бок колет, то правый, то левый, я не знаю, печень это... Угу. И что у меня, курю то, что я по две пачки в день. Угу. Как бы, ну, то лёгкие, наверное, и уже болят. Я не знаю, что... Короче, мне кажется, у меня... Скажите, пожалуйста, белая горячка, она может у меня сейчас быть? Потому что мне кажется, я иногда лежу, а у меня предметы, как будто бы они, знаете, шевелятся. Вот как-то... Вот я смотрю, ваза у меня стоит. Ну, смотрите, я вам хочу сказать, что это, скорее всего, не белая горячка, это, скорее всего, алкогольная интоксикация. Вот то, о чём я вам говорил. Если длительно принимать алкоголь изо дня в день, в неумеренных количествах, то, конечно же, до белой горячки далеко, но тем не менее. Изначально алкогольная интоксикация проявляется. Действительно, могут, вот как вы видите, предметы плыть, ощущение апатии, знаете, настроение постоянно, упадок сил, нервозность, раздражительность проявляется. Ну, и, конечно же, ну, тошнота, знаете, такое состояние не очень приятное. Смотрите, что касается, в принципе, избавления от этой проблемы. Вот я ситуацию вашу понял, я вас благодарю за подробное объяснение. Смотрите, что хотел бы вам сказать. Алкозеракс, во-первых, разработан из растительных компонентов, то есть это не химия, это не синтетика. Он абсолютно безопасен для организма. Результат закрепляется на длительное время, то есть через год, через два проблемы у вас не проявится. То есть по клиническим исследованиям, как минимум на 10 лет результат закрепляется. Смотрите, я вам рекомендую принимать один раз в день порцию геля. С утра, в обед, вечером, неважно. Самое главное, чтобы вы ее принимали. Эффект будет уже практически сразу. Смотрите, как раз таки направлен препарат на нейтрализацию, это алкогольная интоксикация. То есть нужно подготовить организм, почистить его от лаков, от токсинов, чтобы организм был готов к дальнейшей перестройке. То есть за один день, к сожалению, от всего этого избавиться просто не получится. Ориентировочно через две недели идет уже постепенное восстановление эмоционального состояния. То есть тяги ярко выраженной у вас уже не будет. Нормализуется выработка гормона серотонина, это гормон счастья. И алкозерокс начинает воздействовать на рецептор удовольствия. Он блокирует полностью положительные эмоции от принятия любого вида алкоголя. Соответственно, тяги у вас не будет совершенно. И под конец курса, завершение, идет восстановление всех поврежденных систем организма. Улучшается работа желудка, печени, почек, сердечно-сосудистой системы. Самое главное, центральной нервной системы. А почему это главное? Потому что зависимость, как я говорил, не только физическая, но и психоэмоциональная. Смотрите, что касается применения. Препарат идет у нас без цвета, без запаха, без вкуса. То есть это гель один раз в день. Принимается вне зависимости от приема пищи. Либо вместе, либо до и до, либо после. То есть здесь как вам будет удобно. Скажите, по действию вам все понятно? По эффективности, по применению справиться сможете? Да я попробую, конечно. А скажите, а вообще ничего пить нельзя во время приема? Даже чуть-чуть, даже бутылочку пивка нельзя выпить? Или меня тащить будут? Я вам еще раз объясню, как действует препарат. Не то, чтобы выпить можно, нельзя. Он не за счет химии формирует у вас в организме, так скажем, отвращение к алкоголю. У вас, в принципе, не будет желания пить. Простыми словами. То есть вы не будете получать никакого удовольствия от принятия алкогольных напитков. Во-первых. Во-вторых, это даже не то, чтобы отсутствие желания. Я бы сказал, это стойкое отвращение. Потому что восстанавливается, в принципе, одно вещество, восстанавливается психоэмоциональное состояние. То есть человек, который курс проходит, начинает себя комфортно ощущать, воспринимать ситуацию. Я понимаю, ситуация у вас сложная. Конечно же, вы можете сомневаться в том, что вы сможете курс пройти. Можете сомневаться в том, что сорметесь, но поверьте моему опыту. Люди, которые в такой ситуации находятся, изначально, да. А вы тоже пили, да? Вы тоже пили? Вы тоже когда-то выпивали так сильно, как я? Я не расслышал вас. Я говорю, вы тоже когда-то выпили? Проблема вы видите? Да. Вы выпивали так же, как я. Ну, смотрите, я вам скажу так, что каждый из нас в этой жизни выпивал. И, соответственно, я знаю, что это такое. Я вам хочу сказать, что, ну, конечно же, до серьезных последствий у меня, к счастью, не доходило. Но доходило у моего брата родного. Вот. Соответственно, у него проблемы какие были? Нет работы – он пьет. Есть работа – он пьет. Нет друзей – он пьет. Есть друзья – он также пьет. То есть, все расходилось к одному. Если все хорошо в жизни – нужно отметить. Если все плохо – нужно как-то себя поощрить. И, соответственно, дело дошло практически чуть ли не до алкогольной комы. Вот. Соответственно, ситуация была страшная. Сами понимаете, пока человек себя в руки не возьмет, его просто-напросто переубедить за него жизнь прожить невозможно. Поэтому я знаю, что это такое. И очень хорошо с этим знаком. Вот. Поэтому, смотрите, что касается вашего случая. В первое время, конечно же, будет, ну, так скажем, непривычно то, что организм у вас перестраивается. То есть, будет проще с утра просыпаться. Ночью будет проще засыпать. Появится у вас аппетит. Появится желание жить дальше. Появится желание найти новую работу. Устроить, так скажем, свою личную жизнь. Вот. Поэтому забудете, что это такое. Раз навсегда больше к этому не вернетесь. Я вам это не то, что гарантирую. Я вас уверяю в этом на тысячу один процент. Вот. Самое главное, что видите, вы обратились к нам самостоятельно. Это уже очень большой шаг. Очень хорошее, так скажем, решение. Смотрите, что касается курса. Я вам рекомендую самый подходящий, самый оптимальный. Он займет по времени 56 дней. То есть, это что означает? Это не означает, что через 56 дней проблема у вас решится. Она начнет решаться с самого первого дня и до конца курса. То есть, смотрите, идеальный вариант именно под вашу ситуацию. Я вам просто не стану рекомендовать. То есть, это не целесообразно. То есть, лучше курс пройти самый оптимальный и, соответственно, убедиться в результате. Скажите, вам сейчас по применению, по действию все понятно? Может быть, вопросы есть еще какие-то? А это... Господи, у меня все из головы вылетает. Вообще все пропила мозги. Блин, что-то хотела спросить. А спать я хотя бы нормально буду, чтобы это... Ну, конечно же. То, о чем я вам говорю. У вас восстановится сон. Здоровый сон полноценный. То, что не будет таких проблем с бессонницей. Не будет тяги колоссальной. Вот такой, что, знаете, невозможно заснуть без бутылки, как говорится. Вот поэтому забудете, что это такое, как страшный сон, как говорится. И начнете жить заново, снова с чистого листа. Смотрите, самое главное, Анна, вы, пожалуйста, если все-таки ответственно к этому пришли, курс нужно пройти от начала до конца. Не бросать его на середине. Если вам покажется, что уже достаточно результата, уже все хорошо. Поверьте моему опыту, лучше до конца пройти. Потому что пройдет полгода, пройдет год, ситуация может опять проявиться. Поэтому нужно закрепить результат, чтобы больше вас ничего не беспокоило. Это самое главное. Смотрите, сейчас у нас также акция проводится, кстати говоря. Доступность у нас повышена. То есть, Алказерекс можно получить у нас со скидкой, с очень хорошей. Вот нашего центра идет скидка немаленькая. Вообще, без акций, без скидок стоимость вот такого курса, если в клинике проходить, реабилитацию, вышло бы все это практически на 17 тысяч. То есть, там 16 688 рублей получается. Если сейчас это все оформлять, смотрите, я могу пойти вам навстречу. Я вам часть оформлю бесплатно. То есть, там будет идти вам 18 пакетиков на 18 дней первых, чтобы вы пропили, чтобы были улучшения, так скажем, полноценные с самого начала. И 38 вам будет идти со скидкой по условиям акции, то есть, по 149 рублей. Не по 298, а по 149. Смотрите, таким образом стоимость получается 5662 рубля. Ну, то есть, это уже не 17 тысяч дешевле. Скажите, это на весь курс или за? Это весь курс, да. Это полноценный курс почти на два месяца. Ну, 56 дней, если быть точным, прямо по календарю. Ровно 56 дней от начала до конца. То есть, это не какая-то часть, это не половина, это не пробный вариант. Мы пробными вариантами вообще не занимаемся. То есть, пробников у нас нет, как говорится, тестеров. То есть, если есть проблема, ее нужно решить. Не то, что сначала попытаться ее решить, а потом уже, как говорится, до конца. Нет. От начала до конца сразу. Не, я согласна. Смотрите, у нас... Потому что это... Не расслышал. Я согласна на ваше предложение, потому что мама мне сказала, что она меня в психиатрическую клинику отвезет, если я... У нас тут есть психодиспансер, и она сказала, что она меня там закроет. Угу. И, как бы, мне не очень бы этого хотелось. И это можете как-нибудь... Доставка как долго будет идти, короче, до меня? Из какого города? Смотрите, доставка у нас... Вообще, смотрите, у нас доставка по крупным городам, по центру идет. Если по Воронежу, скорее всего, будет доставка курьером. Если это удаленный район, то там нужно смотреть, скорее всего, почтовое. Курьером доставка в течение недели, в ближайшие сроки, если почтой, от 7 до 14 дней. Вот, поэтому вы, пожалуйста, фамилию, имя, отчество продиктуйте и адрес доставки, куда доставлять. Анисимова Анна Андреевна. Ага. Анисимова Анна Андреевна. Ага. Так, скажите, дата рождения у вас, число месяц, могли бы уточнить так же? Могли бы. 26-е. 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 0-5-е? 0-4-е. А, 0-4-е. 26 апреля, правильно? Да, 26 апреля, 91-й год. Скажите, пожалуйста, адрес у вас какой? Лизюково. Улица. Лизюково. Угу. 0-9-4-0-7-7-7. Все правильно. Ага. Ну, смотрите, доставка у нас будет доступна курьерам. То есть, быстрее доставим, раньше начнете курс. Смотрите, самая ближайшая дата, если все это сформировать, оформить сейчас, доставить сможем 29 октября. То есть, ну, это ориентировочно через неделю. Скажите, вам 29-го будет удобно получить? Блин, ну, вы знаете, я бы вам не советовала мне курьером отправлять. Вот я вам честно говорю, если вы мне, там, курьер придет, а вдруг я буду, ну, сами понимаете, я себя не контролирую. Ну, смотрите, у нас все это предусмотрено. И может быть такое, что он просто до меня не дозвонится. А если по почте, то, в принципе, у меня почта рядышком там, я, в принципе, если извещение мне положат в почтовый ящик, я, в принципе, межпеканцы приходят, я там все равно могу сходить. Да, я вас понял, Анна. Ну, смотрите, дело в том, что у нас доставка планируется заранее, и по крупным городам мы стараемся отправлять курьером, то есть, так надежнее и быстрее. Ну, хорошо, только пусть курьер мне пытается дозвониться, потому что, ну, если я один раз не возьму другу. Да, смотрите, мы с вами тогда так поступим, чтобы вам было удобно, мы дату с вами выбираем 25-го, то есть не раньше, не позже, не 28-го, не 30-го, а именно 29-го. И курьер с вами в день доставки заранее связывается. Смотрите, мы с вами время выбираем. У нас время либо с 10 до 3-х доставка дневная, либо вечернее с 3-х до 9-ти вечера. То есть здесь как вам будет удобнее. Давайте на первую половину дня с утра, чтобы с вами связались. Ой, с утра это, конечно, будет проблематично. Ну, попробуйте, может, я еще даже спать не буду. Ну, с 10-ти, с 10 утра. Ага, хорошо. Подойдет? Да, да, с вами. Вот, смотрите, курьер с вами связывается. Вы с ним обсуждаете то, что доставка доступна. Сегодня она организована и, соответственно, вам доставляют по согласованию. Смотрите, заказ мы сейчас ваш сперим. Еще раз подтвердим, чтобы ошибок не было. Смотрите, в заказе у вас идет, во-первых, инструкция, чтобы вы самостоятельно все просмотрели, смогли ознакомиться. Если с инструкцией ознакомиться не сможете, у нас также выделяется номер. Я вам его выпишу, вложу в заказ. График работы с понедельника по пятницу с 10 до 7. То есть это наша горячая линия. Если вопросы будут, обращайтесь. Психологическая поддержка также оказывается. Еще раз сможем вас проконсультировать. Смотрите, в заказе идет также сертификация, декларация в соответствии качества. Для того, чтобы вы были уверены, что это не подделка, это действительно качественный препарат. Идет напрямую от производителя. Смотрите, заказ мы оформляем вам на препарат Алкозерокс. Идет всего 56 пакетиков ровно на 56 дней. Сумма вашего заказа получается 5662 рубля. Заказ оформляем на вас. Ваши данные. Анисимова Анна Андреевна. Доставка идет в Воронежскую область, город Воронеж. Улица генерала Лизюкова, дом 34, 12-я квартира. Да. Доставку мы оформляем на 29 октября. С 10 до 3 заранее курьер с вами связывается. Скажите, здесь... Блин, опять вы прерываетесь. Ну, что-то про курьера я слышала. Да, с 10 до 3 я... Да, смотрите, курьер связывается 29 числа с 10 до 3. Оплата при получении. Заранее платежи не вносите, доставка идет бесплатная. Скажите, здесь все правильно? Да, 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 все правильно. И скажите, из какого города это будет идти? Может, вы быстрее это откуда? Да, смотрите, у нас доставка будет идти, скорее всего, из Саратова. Я вижу, что ближайший склад у нас представительство в Саратове. Скорее всего, это все будет идти из Саратова. Понятно. Все, я поняла. Смотрите, что касается заказа, я так понимаю, вы подтверждаете, что заказ можете получить, когда вам его курьер доставит 29 числа по согласованию с 10 до 3. Правильно? Да, да, да. Так, хорошо. Ну, смотрите, так же, так как оформляется все официально, мы с вами для защиты ваших прав как потребителя, в соответствии с действующим законодательством, под запись телефонного разговора заключаем устный договор купли-продажи. По которому с вами договариваемся о следующем. То, что мы, как продавец-изготовитель, обязуемся доставить вам препарат надлежащего качества в оговоренный срок по согласованной с вами цене. И также вы, как покупатель, обязуетесь оплатить товар при получении заказа, то есть заранее оплачивать не нужно, только при получении. Все, я поняла. Скажите, договор наш подтверждаете? Все правильно. Подтверждаем, да. Так, хорошо. Смотрите, вам оформляю, а дальше уже, как говорится, дело за малым, вам остается пропить его правильно. Не прерывая, я уверен, что после первых приемов вам станет легче и, соответственно, дальнейший курс будет протекать стабильно, плавно. Ну, и, соответственно, эффективно. А можете еще перед отправкой тоже мне набрать, пожалуйста? Я просто не хочу, чтобы курьер поставил. Ну, смотрите, вам поступят уведомления обязательно. Да, то, что заказ оформлен, то, что заказ. Хорошо? Да, да, да. Хорошо. Смотрите, что могу вам также предложить? У нас, в принципе, у нашего центра наукологического есть очень хорошие также капсулы от никотиновой зависимости. Если вас интересует эта тема, как бы, смотрите, сейчас 10 капсул идет по цене 690 рублей. Ой, а что за капсулы? Я когда-то бросала курить, я не помню, на букву то ли табокс, то ли еще что-то я пила. Да, да, табокс, я знаю, что такое табокс. Есть в виде жевательной, как скажем, резинки, капсулы, наклейки, стикеры, как говорится, вот эти вот пластыри. Ну, короче, честно вам признаться, не очень. Да, это немного другой препарат, то есть, смотрите, никостоп, он не выделяет никотин вам в организм. Знаете, здесь не то, что постепенно, плавно, как говорится, дозировка никотина понижается. Просто вы сказали, что в день по две упаковки секрет выкуриваете по две пачки. Это действительно также на здоровье влияет. Это кошмар. Смотрите, что я могу вам предложить. Вообще у нас акция не постоянная, соответственно, здесь действуют ограничения. Максимум две упаковки можно дополнить по скидке, то есть, по 690 рублей, то есть, это не по две с лишним тысячи, по 690. То есть, в чем преимущество препарата? В том, что там нет активного никотина, он, ну, просто не маскирует вашу зависимость, так скажем. Постепенно, точно так же, как и алкозерокс, он начинает действовать, формирует стойкую, так скажем, отвращение от табачного дыма, от сигарет. В принципе, я вам хочу сказать, у меня отец точно так же курить бросал. Вот поэтому работа у него нервная, он работает действительно на очень, так скажем, ответственной должности и, соответственно, курит очень много. Раньше курил просто так же по две пачки в день, пока сердце не начало подводить. Вот поэтому, если желаете, я вам могу на пробу дополнить. То есть, в принципе, двух упаковок будет достаточно, чтобы сформировалось стойкое, так скажем, отвращение к табаку, к курению. Давайте, добавляйте. Может, я жить по-новому начну? Смотрите, всего будет идти вам 20 капсул, то есть по 690 рублей. То есть, мы вам дополняем так же... Расскажите, а их-то, как их пить-то, 20 капсул-то? Так же по инструкции. Смотрите, я вам рекомендую сразу, не нужно сразу всю упаковку за один день. Смотрите, принимаете по инструкции. Я вам рекомендую растянуть на 20 дней. Так же, независимости от приема пищи, то есть, вообще не влияет прием пищи на это. С утра в обед вечером самое главное, чтобы вы принимали хотя бы одну капсулу в день. По инструкции принимаете, закрываете стаканом воды, ну, можно полстакана, и, соответственно, 20 дней подряд. Вот. Я просто больше вам не стану рекомендовать, потому что это уже будет лишним. Вот. У меня, когда друг бросал курить, он также начал принимать не кастоп, смотрите. У него дело дошло до того, что он сам бросил, и всех своих родных, близких, даже жену заставил бросить курить. Потому что, говорит, собачный дым уже настолько просто невозможно его переносить, терпеть, что просто не то, что курить не хочется, просто рядом даже с курящим человеком не хочется находиться. Поэтому, пропьете ялкозерокс, и не кастоп, жизнь изменится, наладится, я в этом уверен. Ой, я тоже. Скажите, вам сейчас все понятно? Да, понятно. Смотрите, сумма заказа ваша немного изменится, так как не кастоп вам по акции дополняем. Две упаковки по 690 рублей, выходит не 5600, получится 5, я прошу прощения, 7042 рубля. То есть это с бесплатной доставкой также, все данные сохраняются ваши, доставка идет 29 числа. Уведомление вам обязательно поступит, курьер заранее свяжется. Ну, я на вас надеюсь также, вы, пожалуйста, пользуйтесь правильно. И вы, пожалуйста, мне позвоните предварительно еще раз, подтвердить заказ. Потому что, ну, я сейчас вот и перейду за бутылкой опять, и я не знаю, что со мной будет там. Ну, в общем, вдруг я уже там стекушку положу. Ну, смотрите, вы, пожалуйста, пользуйтесь правильно. Сами понимаете, это также и в наших интересах, потому что продукция это все-таки нашей компании, мы несем за вас ответственность. Вот, поэтому принимайте правильно, восстанавливайте свое здоровье, если кому-то из родных, близких потребуется помощь, поддержка. Также пусть обращаются, номер я вам запишу, вложу в заказ. Уведомление вам еще раз при поступив, при оформлении, при отправке заказа, при доставке курьер с вами свяжется. Ага, хорошо. Хорошо. Я вас благодарю также за обращение, за ваше внимание и действительно это желание. Уважайте свою жизнь. Спасибо. Пойдем, пользуйтесь, пожалуйста, правильно. Будьте здоровы. Спасибо. Избавляйтесь от этих пакетных проектов. Ожидайте, пожалуйста, доставку, заказ мы вам оформляем. Все, спасибо большое. Хорошо. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Это курьер. Посылку ожидаете? Нет, я не ожидаю. Я лежу сейчас в больнице, я прокапываюсь в тенистом. Вы можете куда-нибудь на электронную, ой, господи, на электронную, на почту, на какую-нибудь там, на Лизюково где-то есть? Как мне? Нет, я не могу такие вещи оставлять. Я передам информацию операторам, они сами свяжутся, вы как-то договоритесь там уже напрямую через почту или как уже. А как, куда вы эту посылку теперь повезете? Ну, я передам информацию потом, как вы решите с операторами, мне потом сообщат, что с ним делать. А, я поняла, хорошо. Всё, спасибо. До свидания. До свидания. Добрый день. Добрый. Меня зовут Бурлаков Григорий Васильевич. Вы сейчас, скорее всего, звонили нашей пациентке, Анисима Ивановне Андреевне. Расскажите, вам знакома она? По какому вопросу я занял? Я так понимаю, что доставка, по крайней мере, она нам так сказала. Доставка какого-то препарата. Видимо, сейчас, секундочку. Да, посмотрите, пожалуйста. Сейчас я посмотрю. Она после вашего звонка стала очень буйной, неадекватной, начала вырываться и захотела убежать из больницы. У неё сейчас серьёзное обострение, да, она сказала, что ей там какое-то лекарство надо получить, надо быстрее домой бежать. Еле успокоили. Сейчас под капельницей лежит. Нам бы понять, что там такое за лекарство, нет ли каких-то наркотических там средств или ещё что-то такого. Нет, это, наоборот, препаратом написано «Алкозерокс». А, «Алкозерокс». Она, наоборот, ответила, что она находится в больнице под капельницей, там как-то можно оставить на почте. Да, 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 она сейчас у нас в больнице, да, да, в отделении всё верно. Ну, она сказала, да. Я ей сказал, потому что я передам информацию операторам, они с ней свяжутся и как-то договорятся о другой дате доставки препаратов. Он сказал, хорошо. Скажите, подскажите, пожалуйста, а у вас есть какие-то контактные данные этой организации? Ну, я посторонним лицам, как я не могу такой информации доставать. Понятно. Может быть, она у них проходила лечение или ещё что-то. Потому что случай очень тяжёлый. Я понял. Если у вас не затруднит, передайте, пожалуйста, этот номер телефона. Потому что ей сейчас бессмысленно звонить. Я понял. Хорошо, я передам информацию. Всё, благодарю вас. До свидания. До свидания. Всё, благодаря у вас. До свидания. Всё, благодаря вам.